привет братишки и сестренки с вами ник frost добро пожаловать в mortal kombat mobile и почему-то я решил знаете пока нет обновлений таких которых кардинально как-то повлияет на игру там на процесс там добавят новые баги убавят там баги изменят баланс не изменят короче решил пока перебрать вот эти новые я не знаю как это назвать подклассы или что отряды отряды которые мы и сами собирали до холодная война там ассасины ронины но теперь они как бы официально появились и каждый персонажем своего же отряда подкласса как это еще назвать дает какие-то ништяки короче я собрал это чипан бойцы спецназовцы это спецназовцы как этот хрен отряд называется короче ударная группа по моему я не буду врать кажется называется ударная группа я даже не вникают почему я говорю кажется потому что я и даже блин не вникаю что там как я прочитал нашел их троих вкинул а кто кому что добавляет блин я даже не разбираюсь знаю что вроде как скорб делает тоже что делаю раньше но теперь по моему бойцов ударной группы умеет дважды воскрешать кажется такое у него изменение джонни ну джонни как джонни нифигово маслает нежить да это у него было и когда кто-то встает он получает бонус какие бонусы у кесси ну почитайте сами что она там делать я даже не знаю ну да одну полоску силы всего отряда забирает это я помню короче решила сыграть и 10 битв 3 плюс 7 сразу же их одетыми сюда запустил чтобы как бы соперники были ну чуть посильнее вот здесь сейчас будет прикол я думал что не достанет я думал что она не достанет ты жаль даже не стал набивать вот кстати первое и воскрешение скорпионом немного я офигел ребята от количества рентгенов их прям просто невероятно будет в этом ролике по причине того что купится там у них сила пока делаю двоих уже рентгены я не знаю кто так положительно на них сказывается чья это пассивка им такой бонус дает но рентген и рентген и рентген и еще раз рентген и особого сопротивления я не заметил я не заметил я не знаю и кстати знаете что еще не заметил не было сработок возможно не были я просто как-то завтыкивал не видел играл на автомате видите как она быстро щелкнулась я даже не глянул какие соперники против меня будут короче не заметил я знаете вот этих счетов которые раньше очень сильно выводили в конце в конце боя когда мои уже все пока цены но соперника там куча полосок силы и вот-вот мы сейчас как-то хитро поменяемся и завалим и его спасал талант блин и был шанс просто проиграть партию то сейчас я не знаю ну по сути один выстрел один труп не знаю кто там низ и разве что вот скорпиону соперником может кого-то спасти пинкман да джесси пинкман я кстати так и не досмотрел последний сезон во все тяжкие там уже собрались какой-то сиквел снимать я читать чуть-чуть они не зашло 4 сезона блин тянул тянул чуть ли не по серии в месяц смотрел на пятом сезоне первую серию глянул и и не зашло я не знаю я тут особо не тактик никаких не придумал просто блин менялся и лупил их не было каких-то супер мыслей там как-то хитро сыграть как-то побольше жизни отобрать как-то там вижу кесси засиделась почему бы я не выпустить вижу там у джонни на рентген накопилось почему бы его не выпустить кстати в то время когда я обычно разговариваю и записываю я за это время успеваю 5 битв сыграть здесь вот целых 10 тут тупо геймплей без никаких этих а это я глянул что я бойцом стал дам я чую запустил только ради того чтобы до бойца 2 добраться не помню что там было боец один или что там было вначале чтобы хотя бы какой-то шанс выпадения карт которых у меня нет был принципе любая карта который там выпадает это это всегда приятно это всегда приятно я не пойму ребята почему новички так интересуются багами таким хочется бага таким хочется быстро прокачаться вот поскольку у нас есть еще целых 10 минут пока здесь будут мои спецназовцы всех колбасить я вам сейчас расскажу историю историю о том как я начинал играть четыре года назад блин я никуда не спешил то есть вообще даже сейчас спустя четыре года я вижу что возможно прокачка всех бойцов до максимального слияния возможно это было ошибкой возможно вот если бы я мог любого бойца легко догонять до 7 до 7 теперь до 10 слияния это да но к примеру когда сейчас игра насмерть привязана к онлайн у меня просто жаба давит в холостую души выкидывать то есть я выкину кучу душа мне за это дадут я там не знаю кенши там какого-нибудь который у меня уже давно есть я никуда не спешил я спокойно себе играл по крайней мере первое время из богов я мог знаете какими пользоваться багами вот например был глюк соня по моему тактическая короче то которая с дроном вот раньше был глюк она добавляла одну полоску силы всему отряду это у нее там официально этого не было прописано если у тебя в отряде была соня кенши ну и еще кто-нибудь со спецназа все стартовали с двумя полосками сил вы представляете в 2015 году когда не молота нихера не было вы представляете стартануть блин с двумя полосками силы всему отряду это был супер имбовый отряд нагибающий все на своем пути короче кесси кейдж та соня и кенши и все всем хана кесси вторым связь приемов там запуливала всех он там пробивает все на свете вот таким багом я пользовался но как бы хотел воспользоваться так как в момент когда у меня выпало наконец-то то соня вышло обновление и я почему-то шел да ладно обновлюсь потом поиграю они в том обновлении этот баг исправили и короче я получаю буквально соню да там иду на работу ночью не игра на прихожу домой почему не играю потому что интернета мобильного не было прихожу домой оп она вышла обновление игры я думаю ну ладно окей обновлюсь обновился запускаю и все но тем не менее у такой баг у них был да его пофиксили это как у нас никто помнит помните версия была игры там в районе 113 может быть раньше я не помню какая-то не буду врать где джонни кейдж без шляпы было ниндзя ним я не пойму что это за обновление было короче джонни кейдж был без шляпы вот такое вот таким я пользовался да она официально в игре косяк разработчиков примеру куда сейчас пишите я не знаю и я вот я ветеран да у меня все есть в игре и я к примеру мне просто хотелось бы чтобы бойцы все были одного слияния чтобы я мог отряды хорошо собирать потому что если они будут голим их слияний то кроме с бронза я их ни с кем не поставлю то к примеру новичок да на что там жаловаться столько турниров бери и участвуй да возможно ты их до конца не осилишь так как слабые бойцы но блин мне и почти каждый день падает бронзовый или серебряный персонаж из того бесплатного набора который каждые четыре часа появляется воспитай свою удачу целая куча там бойцов выпадает если вы сможете там в течение месяца уже принимать нормальное участие в испытаниях после четвертой башни по моему еще бойца дают но это не точно напомню дают после 4 башни то есть сейчас только время на игру находи только находи время я вообще не парился у меня там первые бойцы были ермаки эти на призрак ермак ну и нормальный воец играл им выпало мне из серебряных наборов сейчас уже народ и не представляет о каких этом наборах говорит выполнить серебряного набора дан рептилия и кто там джанни кич помогу долго не падал рептилия и саб-зиро и играем и доволен выпал бренгалим и коталькан да многие там не уважают эту карточку а я смотрю у него регенерация люблю когда во всех играх у меня персонаж умеет как-то регенерировать у меня даже на часто воины они такие полу клерики вроде как и воин и в то же время может себя подлечить и все статем он вышел и регенерируешь и никто тебя завалить не может ним бои конечно длинные там и по две минуты бывали ну зато блин он все время регенерирует вот как кстати вот этот скорпион да можно только ими играть постоянно выполняя второй спецприем ненормально куда сейчас спешить да прикольно конечно но там получить джейд максимально слияние ну получишь ты эту джейд они вот как я да бак пофиксили и чё теперь у меня одна джейд а тес мк 11 теперь с бронзой выступают кстати у соперника сейчас собрана хоррор тим видите выскочил скорпион а мелодия продолжает играть причина того что у фредди крюгера пассивочка если вся банда собрана он умеет эту свою хрень и на дно персонажа по моему на двоих короче типа мы его боимся типа у нас удары слабые или я не знаю что там короче учитывая какой сейчас дисбаланс в игре и все выносятся с одной подачи я не знаю по идее как-то негативно но сказывается на персонажа возможно на уровнях на начальных уровнях и без слияний это играет какую-то роль но когда у тебя выходит скорпион блин и валит там по 30 тысяч с одной подачи то как-то пофиг что что там блин за пассивки на него влияет негативные положительные полюбасу всех нагнет тут я тупо пуляю рентгенами есть рентген почему бы нет это неправильно я не пользуюсь рентгенами ребята вот если я играю серьезно и соперники серьезная рентгенами не пользуюсь только теми рентгенами которые могут повлиять на весь отряд например там регенерацию запустить всему отряду или всему отряду щиты в основном я пользуюсь вторыми спецприемами 22 вторых спецприема наносят урона гораздо больше чем один рентген к тому же у меня еще экономия выходит еще экономии за шмоток которые экономят второй спецприем рентген сразу три полоски просрать мне это не по мне почему здесь ими пуляют да потому что еще одна такая команда вижу она многим понравилась и кстати следующий ролик у меня тоже будет этой командой меня так странно вышло я уже записал следующий ролик а только к этому вернулся озвучивать такая небольшая неразбериха но я вчера сильно уставший был после работы еще что-то комментировать да и без комментариев зацените сколько боев вышло блин 10 штук не знаю новички не спешите не спешите не парьтесь все у вас рано или поздно будет вот тоже примеры жизни испытания на люка на люка на огненные кулаки вроде бы я я блин не стопудово но вроде бы огненные кулаки там нужна девора блин я не буду врать но вроде бы не нужна девора но похрен даже если не в этом испытании так вот девора у меня была одна только серебряная у меня не было больше ни одной девора и я не спеша я даже души не трачу сейчас конечно ему все позволить вот какие здесь я три души несчастных потратил до чтобы энергия восстановила сила у них или как это назвать энергия то раньше я даже души не тратил а куда спешить раньше испытания было почти месяц а то сейчас они такие по 6 5 дней а раньше испытания длились почти месяц там 20 чем-то дней там или 19 до херища короче поиграл отрядом с деворой часик гуляешь там пока у него становится энергия вечерком сел еще три битвы прошел там все там на следующий день раз еще три битвы прошел и за мне нравилось эта система что я всегда все успевал я я тогда сбрасывал испытания я их там по семь раз проходил и ну даже по восемь раз надо было до 7 слияния сейчас конечно меня это все достало скажу вам как есть после выхода версии 20 200 сейчас уже 201 или какая она там хрена я ни одно испытание не прошел я не знаю какие даже были знаю что там был по-моему кентара и гора был ли кто-то до них даже если был я просто это прошло мимо меня народе на вроде было может и не было на такие пока они у меня максимально слияния пока там новичков нету я туда даже не лезут а тут-то только время терять но новичкам я рекомендую туда заходить новичкам конечно же начните с вот этого турнира который башни вот эти самые обычные где фаталити делаются где вам дается один боец на первую ячейку который не должен умирать поиграйте там там реально можно подняться и как новичку и по жизням ну смысле блин по жизням и по золоту и по душам так что никуда не спешите будут новые баги снимем о них ролики ну или не снимем а так особо я бы на вашем месте не переживай не спешил они игру на новый движок перевели перевели новых бойцов всем к 11 добавили добавили нам скажу что еще и вороная сталь и еще миллион скинов даже в мкx остались не использованы там еще целая куча бойцов ну вы же видите что они прям скин берут там целая куча бойцов которых еще можно юзать так что ждут нас еще много-много блин лет задротства в эту игру так что вы все успеете не хрен бегом апать их набирать души если игра станет такой как было раньше то раньше даже было опасно иметь сильные отряды ты не ты не мог играть читеры тебя забивали я ролики не мог снимать так до хренича читеров было когда-то и вот эту хрень починить что не будет у меня так выходить скорпион убивать весь отряд возможно возможно так ребятки время подходит концу я буду с вами уже заранее прощаться я там на таймлайне вижу что полосочка подползать к финалу не знаю как долго еще там будет эти ролик желаю новичкам не спешить все к вам придет старичкам ждать каких-то фиксов которые починят баланс чтобы нам было повеселее играть да и не знаю ну и всем остальным что поменьше было багов которые нам ломают игру которые там удлиняют ее там замедляют и так далее и тому подобное которые там 8000 дней нам делают в испытаниях что же с вами был ник frost всего хорошего до новых встреч на канале пока